И в условиях продолжающейся войны в Украине, в России проходят сейчас трехдневные выборы, 15 губернаторов. О детальных этих выборах прямо сейчас мы будем говорить с нашим следующим гостем. У нас в эфире российский политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Добрый день, здравствуйте. Так, сегодня уже второй день голосования. Что вы в целом можете сказать об этих трехдневных выборах? Существует мнение, что это прекрасная схема для фальсификаций. Ну, безусловно, так оно и есть. Но надо понимать, что три уровня выборов. Выбирают губернаторов в 14 регионах прямые выборы. В 15-м, по-моему, будут выбирать в Эдегеи не прямо, а члены парламента, в зависимости от регионального законодательства. Выбирают законодательное собрание, то есть региональные парламенты. И выбирают муниципальных депутатов. Что касается губернаторов и что касается законодательных собраний, там все продумано и схвачено. И там никаких, пожалуй, сенсаций ожидать не приходится. Может быть, что-то произойдет в Ярославле на губернаторских выборах. Но вряд ли. Вряд ли. Потому что это напрямую контролируется из Кремля. Там сидит Кириенко, который очень хорошо понимает, как надо управлять выборами и их результатами. Так что я сенсации с губернаторскими выборами не ожидал. А в Свердловском регионе? Это то же самое. Потому что в Екатеринбург вспомнить Евгения Ройзмана. Да, ну Ройзман. Но дело-то все в том, что Ройзман человек очень популярный и любимый в городе. Но, конечно, он дискредитированный. Конечно, ему руки за спину. И, конечно, его не допустят до того, чтобы он мог стать друг губернатором. Нет, ни за что. Главная технология – это просто снять всех реально имеющих возможность конкурировать с дистанцией заранее. Под разными причинами. Чаще всего по статье о поддержке экстремизма. Стоит человеку что-нибудь сказать про Навального или про умное голосование, как он автоматически получает обвинение в экстремизме. Потому что Навальный признан экстремистом. Соответственно, все, что он говорит, есть экстремизм. Соответственно, стоит тебе сказать, что, например, давайте проголосуем по-умному, как ты сразу делаешься экстремистом. Потому что голосовать надо по-глупому. Точнее говоря, как власть велела. Так что я бы не обольщался. Я не думаю, что мы увидим какого-то нового губернатора. Ну, максимум один. Может, где-то случайно просочится. Что, в общем, на самом деле тоже совершенно неважно. Потому что у Кремля в руках очень жесткий финансовый, живой же. И любого губернатора можно поставить в зависимую позицию. А если он будет слишком барахтаться, то какую-нибудь уголовную статью вспомнить. Что, кстати, было, например, с Фургалом, если вы помните. Ну, да, народ пытался его защитить. Ничего. Из Кремля его убрали. Прислали нового губернатора. И ничем эти уличные протесты, кстати говоря, очень мощные, не кончились. Мне кажется, что единственное, где что-то может быть интересное, это муниципальные выборы. Причем в Москве. Потому что Москва обладает особой электоральной культурой. Там труднее фальсифицировать. Труднее не значит, что нельзя. Просто труднее, чем, например, в Чечне, в Дагестане, в Тыве или в Северной Осетии. Ну, можно, но меньше. Вот в этом разница. Это первое. Второе. Там не всех поснимали. Хотя самых опасных в основном поснимали. Третье. Там немножко другие члены избирательных комиссий. Все-таки в каждой избирательной комиссии найдется один-два из десяти членов, которые не захотят молча глотать, если их заставят фальсифицировать. Поэтому там труднее нарисовать правильный результат. Но, если что, то есть так называемое электронное голосование. Где людей нет, проконтролировать невозможно. И любой неправильный с точки зрения власти результат можно подправить. Тем не менее, не везде и не всегда они будут подправлять. Так что, ну, просто чтобы соблюсти какую-то картинку. Так что, может быть, муниципальные депутаты в Москве, ну, пяток, десяток каких-то не совсем ручных пройдут. Что тоже не так уж. Вот они свой голос уже и показывают. Накануне депутаты Московского муниципального округа Ломоносовский очень смело заявили, что Владимиру Путину пора уйти в отставку. И они крайне недовольны всем, что происходит в России после избрания на второй срок Путина. Накануне с таким же подобным заявлением выступили муниципальные... Семь муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге. В общем-то, невиданная смелость и по своим заявлениям очень громко. Конечно, они сейчас все в полиции, к ним вопросы. Им вменяют теперь разные статьи, в том числе и дискредитацию российской армии. Как вы к этому относитесь? Как следует расценивать вот такую невиданную ранее смелость отдельных депутатов? Я не говорю, что вы делаете. Ну, самый общий вывод. Конечно, это означает, что люди понимают, что позиции Путина... Не все под контролем. Правильно. Вот это ощущение стальной задницы, которая все под себя подмяла, оно несколько ослабело в последние месяцы благодаря усилиям Украины, в первую очередь. Это первое. Второе. Конечно, это еще связано с выборами. Муниципальные депутаты должны послать своим избирателям сигнал, что они не зря там сидят и штаны просиживают. Чтобы объяснить своим избирателям, что есть смысл все-таки пройти и проголосовать. Хотя бы для того, чтобы они написали вот эти письма, которые, конечно, не кончатся никакими запросами со стороны Государственной Думы. они будут благополучно потоплены. Если копать немножко глубже, то обратите внимание, какие это депутаты. В Петербурге это Смольнинский район, один из центральных районов Петербурга. А в Москве это Ломоносовский. И тот, и другой отличаются хорошими, честными традициями голосования. В Москве есть несколько территорий или районов, где вообще не фальсифицировано. В любом городе есть своя микрогеография. В центре все-таки там живут люди, у которых сохранились представления о собственном самоуважении. В Москве это Гагаринский район, это Центральный район на Тверской, это Арбат, это Университетский и это Ломоносовский район. Но в Ломоносовске все-таки там, слава богу, стоит Московский государственный университет. Там есть некоторые традиции свободы мысли. То же самое и в Питере. Если бы речь шла про Москве и там говорили про, ну скажем, какой-нибудь Юго-Восток или какую-нибудь Купавну, или там Берелева-Товарная, Берелева-Западная, то там как раз это периферия городская, внутренняя городская периферия, где власти что надо, то и нарисуют. В Ломоносовском районе не так. И именно поэтому надо понимать, что Россия очень разная страна. Москва отличается от России и внутри Москвы тоже есть особенности. Так вот самые центральные, самые продвинутые районы. Некоторая свобода мысли проявляет. И я думаю, что, кстати говоря, в отличие от Гориного, который тоже депутат Московского муниципального совета, и которому за то, что он войну назвал войной, впаяли ни много ни мало 7 лет. Вот тут просто за то, что человек сказал слово правды. Думаю, что с этими джентльменами будут разбираться после выборов. Сейчас совершенно не хочется Собянину и, соответственно, Беглову обострять отношения с избирателями. Поэтому заныкают, подождут и после выборов будут решать. Будут решать, оглядываясь на позицию Путина. Так что для, в большом смысле слова, самым главным, то, что произошло, это означает, что под Путиным, под лежащий камень, потекла вода. Вот так скажем. И, конечно, это в первую очередь заслуга вооруженных сил Украины. Это напрямую связано с тем, что происходит под Купинском или под Баклеей, ну и, соответственно, под Изюмом. Сейчас вот это основной шок, это основной удар. А что касается выборов, возвращаясь к ним еще раз, то никогда прежде мы не видели таких спокойных, намеренно тормозных, каких-то депрессивных выборов. Никакой рекламы, никаких конфликтов, никаких споров. Так вот, чтобы вообще народ об этих выборах и не знал. Это называется стратегия сушки явки, чтобы как можно меньше народу пришло. Потому что, когда народу мало приходят, среди этого пришедшего на выборы народа, большинство тех, кто ходит на выборы всегда, потому что очень послушны. И голосуют так, как надо начальство. Дмитрий Борисович, глава Центра избиркома Элла Памфилова действительно назвала эти выборы самыми спокойными за последние 10 лет. Видимо, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что... Спасибо. Ну, я, в общем, с 95-го года выборами занимаюсь. Элла Александровна неплохо знаю. Человек опытный. Знаете, теперь опытный звучит очень усмысленно, да. В путинской политике человек опытный, это значит... Это плохая характера. Ну, кстати, на этих выборах и в той же Москве, и еще в семи регионах введена такая мера, как дистанционно-электронное голосование. Ведь мы понимаем, это тоже не про чистоту воли излияния. Ну, конечно. Конечно. Дело в том, что технологически проверить никак нельзя. Нам всем очень много говорят очень умных слов про блокчейн и так далее. Но блокчейн, блокчейн, рознь. И если в этом блокчейне есть какое-то одно темное пятно, куда ты не можешь влезть, то это уже не блокчейн. А эти пятна есть. И тем более они есть. У нас два механизма на пробу было создано. Один в Москве, и другой, как говорится, в регионах. Так вот, московский вариант, с помощью которого очень удивительным образом были спасены 8 одномандатных кандидатов от «Единой России», которых проигрывали в дневном голосовании и выиграли благодаря вот этому самому электронному голосованию. И попали, соответственно, в Государственную Думу. А тем не менее, было много довольно сомнений, скандалов. И сейчас приняли другой вариант программного обеспечения, который разрабатывался для регионов. А там вообще никак, ни на какой кривой козе ты не подъедешь к этому софту и не посмотришь, как он работает. То есть посмотришь на специально отведенную для тебя дырочку, через которую некоторые вещи увидеть нельзя. Ну, в общем-то, честно говоря, это, конечно, вполне очевидный механизм коррекции волеизъявления избирателей. Ну, для объективности следует сказать, что будут и наблюдатели, и немалое количество, более 50 тысяч наблюдателей, которые должны будут следить, чтобы все было правильно. Вот эти люди мне хочется понять. Понятно, что это не международные наблюдатели, потому что их присутствие предусмотрено на федеральных выборах. Это россияне, общественные некие деятели. Кто эти люди вообще? Ну, вот, понимаете, это самое интересное, потому что участвуют в этих выборах десятки тысяч участковых избирательных комиссий. В каждой избирательной комиссии, ну, в среднем 10 человек. Это обычные российские люди, учителя, муниципальные работники, педагоги какие-нибудь еще, врачи. И контролируют их тоже обычные люди. Но, как правило, их мотивируют какие-то партии. Причем, как ни странно, сейчас наблюдатели от коммунистов, пожалуй, наиболее активные, наиболее квалифицированные. Но, по большей части, этот человек приходит и за тысячу рублей сидит с утра до ночи, делая вид, что он наблюдает. Как правило, эти 50 тысяч недостаточно подготовленные, они не знают правил, они не знают законов, они выполняют формальную функцию народного представительства. Как бы съедят. А у тех наблюдателей, которых готовят независимые структуры, я несколько лет отдал подготовке, воспитанию, организации вот этого независимого наблюдения. Подготовленные люди, которые знают, как будут фальсифицировать результаты, знают, на что надо обращать внимание, на что не стоит обращать внимание. Их стараются отбросить подальше от этой процедуры. В частности, сейчас всех наблюдателей пропускают через так называемые общественные палаты. Общественная палата – это своего рода офис губернатора по взаимодействию с населением. Ну и там, естественно, сидят люди-губернаторы. Естественно, они проводят туда тех наблюдателей, которые их устраивают. В общем, короче говоря, я бы не стал это называть выборами, потому что выборы – это все-таки процедура, которая определяет политическое будущее страны и определяет персональный состав органов власти. Это не выборы, вот в таком европейском смысле слова, но это электоральная процедура. То есть, действительно, там есть некоторые правила, и можно чего-то добиться, но, конечно, не сменить политический курс и даже не сменить политических персонажей, если иметь в виду губернаторов. Дмитрий Борисович, а реально, какова реальная картина, может быть, вам известна, политических симпатий россиян? Вот в начале сентября Всероссийский Центр изучения общественного мнения опубликовал очередные данные о поддержке партии россиянами. На первом месте «Единая Россия» с 40% поддержки, дальше КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» и «Новые люди» 4,8%. Какова реальная поддержка «Единой России», как вы считаете? Структура точно установлена верно. Потому что все социологи, не только в ЦИОМ, который, в общем-то, прямо или косвенно связан с Кремлем, получают от него финансирование. И в нужный момент, вообще-то это бывает и вполне достойная социологическая контора, но в нужный момент она показывает нужные результаты. Так вот, реальная поддержка «Единой России», что бы кто ни говорил. А сейчас от 30% до 40%. По стране в целом. В разных точках она разная. В Москве точно ниже. И в Петербурге точно ниже. А по стране в целом, потому что туда добавляется очень существенная доля людей из провинции, которые немножко по-другому видят мир. Везде есть разные люди, но преобладают в Москве одни, а на периферии другие. Так вот, на первом месте «Единая Россия», партия власти. Конечно, она не сама популярна, а она светится отраженным светом Владимира Путина. А он по-прежнему популярен, хотя пополз вниз. Опять же, спасибо Украине. На втором месте коммунисты. Коммунисты, коммунисты, коммунисты. Их значительная часть населения воспринимает как единственную реальную альтернативу. На третьем ЛДПР, блаженной памяти Жириновского. Опять же, я думаю, что постепенно это пойдет вниз, потому что ЛДПР – это лидерская партия. Без Жириновского и без его медийного таланта она большого интереса не вызывает. На четвертом месте справедливые россы, которые там изображают из себя патриотов, пытаются как-то поменять свой имидж. Но они все равно такие вялые и никакие. Ну и там еще новые люди где-то на грани прохождения в Госдуму. Но сейчас-то выборы не партийные, понимаете? Сейчас выборы профессиональные. Поэтому говорить о том, какие у кого шансы из партии, просто мне кажется не очень актуально. Но в принципе последовательность и рейтинг уловлен точно. И у Левады примерно то же самое, и у других социологов. И закрытые кремлевские опросы показывают примерно то же самое. Другой вопрос, что в разных точках эта структура характеризуется разными цифрами. И тут вот надо понимать слушателям, что если ты живешь в Москве, то у тебя другая картинка. У тебя к единой России среди твоих друзей отношение гораздо более критичное, чем, скажем, у людей в Челябинске. Ну, условно говоря. Или даже не в Челябинске, а в Челябинской области. В самих городах настрой гораздо более критичный и будет становиться все более критичным по мере того, как Путин и, соответственно, един Россия проваливается на Украине, по мере того, как ухудшается экономическое состояние в стране, по мере того, как люди не понимают, что вообще происходит. Как вы сказали, под лежачий камень вода потекла. Мне понравилось. Ваша фраза, будем ждать, когда камень треснет. Спасибо, Дмитрий Борисович. Дмитрий Орешкин был в эфире. Российский политолог. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова